Валерий Иванович, скажите, пожалуйста, какие всего виды туризма бывают и какие из них наиболее прибыльные? Ну, я бы сказал так. Существует три вида туризма. Это первый внутренний туризм, когда мы путешествуем внутри страны. Есть выездной туризм, когда наши туристы выезжают за рубеж. Есть еще и въездной туризм, то есть когда к нам приезжают гости из-за рубежа. Какой из них наиболее прибыльный? Я бы сказал, конечно, нам нужно развить внутренний туризм. Благодаря этому, скажем, пополняется наш бюджет местной республики России, нашей страны. И страна сейчас очень много делает для этого. Хочу сказать, впервые я работаю 23 года в туризме. Скажем, с прошлого года первые лица государства России и главы республик начали напрямую заниматься, нас собирать. Это очень приятно. Я думаю, у нас подвижки будут. Какие перспективы у нашего региона? Ну, я считаю, перспективы у нас немаленькие. Хотя, понятно, Москва – это Санкт-Петербург. В первую очередь, вот такие города-регионы стремятся туристы за рубежа и наши регионы тоже. Но в последний год у нас складывается, скажем, десятки, сотни миллионов развития туризма Чувашской республики. Понятно, строится там парк Амазония, проект Ясно-Чебоксарском районе. Дотируются рейсы, скажем, на Черноморское побережье. Авиабилеты становятся дешевле. Вы же много бываете за рубежом, много бываете в других городах. Какие-то практики, может быть, стоят перенять у других регионов? Что интересует турист? Что-то было свое, колоритно свое, там, отличательно от других регионов, от других стран. У нас есть свое национальное. Своё национальное. И хочу сказать, ну, это, с другой стороны, это, по-другому, это инвестиции. То есть мы в прошлом году принимали много групп из Москвы. Они у нас проживали несколько дней. И, скажем, мы посчитали. Одна группа в среднем оставляет один миллион рублей. Это ливание денег республику. Я считаю, есть что показывать. Принцип уже много сделано. То есть, когда к нам приезжают туристы, особенно столицы, понятно, это Москва, это регион, скажем, они более богатые, скажем, туристы, они у нас сразу берут экскурсию по Чувашии. Первый день мы им показываем обзорную по городу, прогулку по Волк на теплоходах. Второй день мы показываем Днея Николаева, Марпасадский район. Ну, далее, в принципе, хватает экскурсионной программы, скажем, в основном москвича на два дня. А на третий день мы их же послаем в Ешкар-Алу, на четвертый Казань. Что-то нужно делать на третий день, нужно как-то дальше развивать. Ну, поскольку у нас живут в нашей гостиницах, пользуются нашим автобусом, трансферами, ну, я считаю, ну, это здорово. А что больше всего нравится туристам? На что они обращают внимание? Что запоминается? Я бы так сказал. Они, конечно, удивляются, что у нас мы, это родина Чапаева. Не знали, да, Дэйд? Я считаю, что многие не знают. Какой опыт переняли, как руководитель своей турфирмы? Ну, я бы так сказал. Мы, в принципе, занимаемся всем видом туризма. Последние годы, второй год, скажем так, ну, больше внимаем, уделяем развитию туризма Чувашии. Мы стали туроператорами с прошлого года, потому что по-другому нельзя, когда мы принимаем с другого региона, московские серьезные агентства, такие мы заключили договоры большими, как РЖД, РПО Шереметьево, скажем, оборонные заводы. Это непросто. Надо с ними вначале, скажем так, просто сидеть в интернет, это недостаточно, надо личные связи. Пока нам удается. Как Вы считаете, за последние годы, если брать лет пять последних, то уровень туристов в республике повысился? Нет, однозначно повысился. Но я хочу, прямо вот так, несколько крат, это невозможно. Нерезкий скачок. Это невозможно. Во-первых, хочу сказать, все-таки надо учесть в кризисное время. Два года, понятно, первое время, ведь человек, он в первую очередь, если так идти, это человек тратит на жилье, на одежду, скажем, автомобиль, и только потом уже в основном идет на туризм тратит. А развитие наших этнокомплексов как-то способствовало увеличению потока туристов? Они еще не вошли, скажем так. Мы их активно рекламируем. Они только у нас будут начинать работать, но то, что мы имеем, это тоже неплохо, потому что мы находимся на Волге, им нравится круиз на Волге, это мини-круизы, скажем так, когда они проезжают. У нас колориты, ну, скажем, экология, ну, все они у нас низкие. Ну да, сравнительно московских тактимов. Ну, тормозит, хочу сказать, все это дорогие билеты. Хотя надо радоваться, что когда к нам пришли уже, допустим, конкуренция у нас настоящая пошла по билетам. Несколько лет назад у нас, помню, только была одна авиакомпания, у них цены задирали. Несколько лет назад никто даже не слышал, что можно. Да, дорогие билеты. Я помню, билеты стояли в день отправляния, 8-9 тысяч суток доходило в Москву. Я хочу сказать, я дешевый билет от Москвы до Нью-Йорка, можно было за 16 летать туда и обратно, если заранее берешь. Ну, а теперь после этого у нас нам конкуренция, скажем так, тут мешался и правительство, молодцы наши руководители. Билеты стали дешевле, сейчас порой дешевле, чем на поезде. Я знаю сейчас, глава республики лично работает над тем, чтобы уже вылеты состоялись в Чебоксаро-Москва в утреннее время, чтобы можно было успеть. И это тоже способствует развитию туризма, потому что не только делаю люди, и туристы прилетают на стабилете. Так что этот сезон я ожидаю, ну, несколько лучше. А сезон когда начинается? Лето? Ну, понятно, туризм всегда путешествует больше, и это летний сезон. Все-таки большее количество туристов у нас из столичного региона или откуда-то еще? Я хочу сказать, нет, не из столичного. Я бы сказал, больше всего к нам первые, я уже, как сказал, это теплоходы. Слава Богу, мы находимся на Волге. Конечно, из ближайших регионов просто приезжают нам на суточные экскурсионные туры, они приезжают обычно на ночью или на один день, допустим, это из Вишкар-Роле, Казани, Спензы, Судьянск, соседних. Но они, как правило, ненадолго. Причем, как москвичи... Но сувениры успевают купить. Да, сувениры, экскурсионные, наш экскурсионный с ними работает, они узнают, узнают много интересного. Скажем, в чем отличие от московских? Ну, понятно, они берут наши дорогие гостиницы, скажем, на несколько дней, питание, они у нас и банкеты устраивают, и круизные теплоходы стоят тоже не дешево. Они, когда мы на группу сразу арендуем, если теплоход, чуваши, мы сразу это на 200 мест, но мы уже на группу, на 30, мы отдельно не... Мы используем, как скажем так, ну, понятно, турист, когда приезжает сюда, туристов бы не мог всегда заплатить деньги ворот. Ну, я говорю, да, и наше пиво, считают, что они наши сольские пивовары. Музей пива, и за раз всегда покупают пиво наше. Особенно, как, понятно, мы крыльцеры, вот это, чувашские, они прямо искали в магазинах, порой не хватало. Здорово. Спасибо большое за интересную беседу. Спасибо. А я напоминаю, что у нас в гостях был Валерий Кедотов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин